Продолжение следует... В Париже был разработан метод, который называется применение живелевой воды для обработки, ну там много чего еще, и в том числе биологических материалов. По сути они обрабатывают гипохлоритом натрия, ну хлоркой, как бы что называется, в общем на сегодня в отечественных растворителях. Они делают определенную экспозицию гипохлорита натрия этим препаратом. И потом анализируя их, оценивают наличие прионных белков на их поверхности или их отсутствие. Поэтому данный метод применяется также при обработке твердой мозговой оболочки. Но на самом деле метод, который был разработан, он стал более эффективным, чем обработка живелевой водой. И та аллогенная дуроматор, которую мы применяем, была обработана по оригинальной технологии, которая на сегодня называется Леопласт. Это не торговая марка материалов, это действительно технология очистки, которая включает несколько этапов. А в первую очередь, это обработку ультразвуком в жидкой среде, низкочастотным ультразвуком при частоте 38-42 Гц. Ультразвук является по сути своим разрушающим фактором. И он отделяет одни структуры от других, но не модифицируя их в жидкой среде. Поэтому мы можем очистить материал от следов ДНК, остатков клеток, нуклеиновых кислот, жира, белков и других промежуточных соединений. При этом все минеральные соли, которые находились в структуре невосприимчивых к ультразвуку структур, они сохраняются. А все остальное выходит в раствор и удаляется потом. Данный метод очистки открыл нам новую дорогу к научным исследованиям. И пройдя по ней, объединив в себе несколько аспектов исследования, гистологических, рентгенологических, клинических, исследованиях на животных, на клетках, объединив их между собой, а также добавив целую систему планирования операций, без чего невозможно было бы применение данных материалов, нам, конечно же, стало однозначно понятно, что есть материал, который может заменить золотой стандарт, а именно аутотрансплантат. Так вот, основная проблема, почему мы стали заниматься этим исследованием, заключалась в следующем. Применение аутотрансплантата требует определенных зон забора в полости рта, а именно это либо небо верхней челюсти, либо это бугор верхней челюсти. Как правило, эти зоны ограничены по своему размеру. В большинстве случаев трансплантат деэпитализируется, поскольку он устанавливается также под надкосничной или в толчу мягких тканей десны. И размеры его ограничены по ширине, длине и так далее. Кроме того, есть пациенты, у которых в 20% случаев просто не забрать трансплантат, учитывая их анатомию индивидуальную. Поэтому действительно наличие пластического материала для мукогенгивальной пластики в области зубов, имплантатов у пациентов с множественными проблемами, то есть с множественными рецессиями десны, а особенно с генерализованными, когда они возникают на всех зубах в полости рта, представляло реальную проблему. И ввиду того, что несмотря на многолетний поиск, кроме отдельных каких-то знаков успеха, ничего не было, мы решили заняться принципиальным, фундаментальным, системно-комплексным поиском пластического материала, который мог бы дать нам сопоставимый результат. Об этом на самом деле написано здесь. Поэтому давайте познакомимся с тем, что включает в себя обзор. Рецессия десны действительно для нас крайне частно встречающаяся патология. Есть очень много источников, мы можем искать и эти логические проблемы, и на сегодня обзорный анализ, и разные мультицентровые исследования, и обзор многих исследований и так далее, которые говорят о том, что действительно это актуальная проблема. Каждый человек, ну вот по данному исследованию 87%, а есть источники, которые практически 95% говорят о том, что хотя бы на одном зубе есть рецессия. Эта цифра связана с тем, что у 15% людей на планете имеется первичная дегесценция, то есть отсутствие по всей высоте костной ткани в области критических зубов, например, клыков. И по этой причине, ну в связи с обычной жизнедеятельностью, возникает в процессе жизни рецессия десны как минимум на одном зубе. Но вот на самом деле эта цифра, я думаю, что она близка вообще к 100%, или там к 99%. Потому что по факту, так или иначе, люди, которые употребляют жесткую пищу, ведут активный образ жизни, ну там и так далее, и живут достаточно продолжительно, они имеют хотя бы одну рецессию в полости рта. Вот за весь клинический опыт и наблюдение, анализ опыта других специалистов, я не видел пациента, у которого не было бы ни одной рецессии десны. Множественные рецессии встречаются вот по объединенным данным, это тоже комплексный результат, в 58% случаев. То есть две трети имеют множественные рецессии. Это рецессии на двух или более зубах. А как показывает практика, в среднем это 5-6 зубов. То есть это те же ключевые зубы. Четыре клыка и зубы либо жевательных рядов, либо фронтальных участков. Очень много статей, которые можно найти в научной литературе, посвящены именно этой проблеме. То есть проблеме анализа частоты рецессии десны. Frequency, да? Как часто мы встречаем вот эту рецессию десны? Очень много где. На самом деле люди, живущие в разной широте, имеющие разные специальности, профессии, разную расу, они имеют разную частоту рецессии десны. Это тоже взаимосвязано. Поэтому анализируя этот опыт, нами и была разработана система, которая имела бы комплексный подход, учитывая индивидуальные показатели. Мы не зря так долго топчемся в начале, потому что потом мы будем анализировать на основании фундаментальных показателей то, что будет давать нам понимание, каким образом лечить рецессии десны. Как выбирать стратегию, тактику лечения, конкретную методику, как анализировать клинический результат, как понимать, назначать на фармакотерапию пациенту или нет, как вести пациента, интраоперационно, пред- и построоперационно. Что нам делать, чтобы адекватно анализировать результат клинический, чтобы понимать, какие гигиенические показатели соответствуют на сегодня норме и будут в долгосрочной перспективе. Какой результат будет на протяжении года, 3-5-10 лет и так далее, мы можем это все на сегодня сформулировать до начала лечения. И это очень важно. И именно этому и посвящена данная статья. 25% случаев генерализованных рецессий, то есть на всех зубах, на самом деле их намного больше. То есть рецессии, которые возникают на всех зубах, в первую очередь имеют генетическую причину. То есть у пациента генетически детерминирована астеническая конституция. Ну, например, по классификации Черноруцкого, 27-й год. И у пациента на всех зубах практически имеются рецессии десны. Либо вторая причина – это какие-то системные внезапные воздействия. Лучевые, стрессовые, химические и так далее. Ну, то есть это, конечно же, люди, которые все-таки не имеют нормальный социальный статус, так или иначе. Либо пытаются его восстановить. Об этом пойдет речь в следующий раз. Поэтому, в первую очередь, мы вот этот показатель будем исследовать с позиции генетики. Какие гены могут детерминировать образование рецессии десны? То есть отсутствие высоты картикальной пластинки. Или астеническую конституцию. Потому что в этой категории бывают пациенты уже с выраженной атрофией. То есть они рождаются с тем, что у них недостаток адекватного объема костной ткани в области корней и зубов. И именно поэтому у них возникает рецессия десны. Потому что объем мягких тканей не может при такой высоте и толщине адекватно компенсировать подвижность зуба и физиологическую нагрузку. Особенно если у пациента есть конструкции в полости рта. Как коронки, имплантаты, протезы и так далее. Поэтому обычно у этих пациентов проявляется рецессия десны на ранних этапах. До 30 лет. Ну или до 35, если можно такой диапазон все-таки взять. Но так или иначе, эти люди очень часто понимают достаточно быстро, что у них есть проблема.